Монтаж фасадных панелей альтопрофиль. Фасадные панели под камень или кирпич – это популярный отделочный материал, благодаря которому можно за считанные дни облагородить любой загородный дом. Имея внушительную толщину, они являются очень прочными и выдерживают даже сильное механическое воздействие. При этом полимерные фасадные панели имеют небольшой вес и не создают нагрузку на стены здания и его фундамент. Окрашенные особым образом, они в точности передают фактуру и цвет природного камня или кирпича. Вариантов для отделки множество. Сегодня в ассортименте компании Альтопрофиль 16 коллекций и более 100 расцветок. Еще одно преимущество данного материала – легкость перевозки и монтажа. В этом видеоролике мы расскажем о том, как монтировать фасадные панели. Подробную инструкцию вы найдете на нашем сайте в разделе «Справочный центр». Для работы Вам потребуются рулетка, угольник, уровень, бечевка и мел, нож-резак, ножовка по металлу с мелкими зубцами или болгарка, отвертка, электрическая дрель или перфоратор и шуруповерт. В качестве обрешетки мы рекомендуем использовать систему крепления фасадов Альтопрофиль, которая является идеальным каркасом для будущего фасада. Профили полимерной обрешетки будут прикручиваться к металлическим подвесам, поэтому первым делом мы разметили стену для того, чтобы определить места их крепления. Расстояние между вертикальными рядами, на которых мы закрепим профили, должны быть не более 40 см, для отдельных коллекций – не более 30 см. Стены этого дома будут отделаны фасадными панелями коллекции «Скалистый камень». Соколь мы выделим с помощью коллекции «Фагот». Обе коллекции монтируются на широкий плоский профиль типа А, о соответствии других профилей и коллекций читайте в нашей инструкции. Для установки отделочных элементов, планок и углов подойдет обычный плоский профиль. Чтобы закрепить профили на подвесах, в специальные боковые отверстия с двух сторон нужно вставить монтажные накладки. Для этого приложите профиль к подвесам и разметьте места установки накладок. Далее установить элементы с двух сторон путем защелкивания. Накладки прочно держатся на профиле, но чтобы усилить конструкцию, мы рекомендуем дополнительно закрепить их с помощью саморезов. Затем с помощью уровня мы устанавливаем плоские профили по периметру стен, оконных и дверных проемов. Уровень в этом случае нужен для того, чтобы плоскость для крепления панелей была ровной. Не забывайте про важное правило – верхний профиль не должен устанавливаться вплотную к нижнему. Специальные усики помогут соблюсти это требование и оставить необходимый зазор. После того, как установлены профили для монтажа отделочных элементов, можно приступать к креплению широких плоских профилей для фасадных панелей. Нижний ряд необходимо смонтировать с помощью нивелира или бечевки так, чтобы все элементы оказались строго на одном уровне – как по горизонтали, так и по вертикали. Напомним, расстояние между рядами должно быть не более 40 см. Аналогичным образом устанавливаются второй и все последующие ряды. Если для установки последнего ряда вам необходимо уменьшить длину профиля, просто отрежьте от него ненужную верхнюю часть, как это показано в нашем видео. Последний этап устройства каркаса под фасадные панели – установка металлических углов, которые необходимо закрепить вокруг окон и дверей, а также на углах здания. Прикрутите металлический угловой элемент к плоскому профилю. Угол должен быть ровно 90 градусов. В этом вам поможет уровень. Затем с помощью саморезов закрепите брусок, который придаст всей конструкции дополнительную жесткость. Переходим к окнам. Поскольку они находятся на одном уровне со стеной, мы сделаем имитацию откоса для крепления необходимых планок. Для этого вплотную к окну по периметру мы установили металлический профиль. К нему необходимо прикрепить одну сторону металлического угла. Другую сторону мы закрепляем на профиль обрешетки. Чтобы сделать конструкцию жесткой, здесь также используется деревянный брусок. Таким образом, мы полностью подготовили каркас для установки. Если говорить кратко, то процесс монтажа фасадных панелей на подготовленную поверхность начинается с установки стартовых и финишных элементов, углов, наличников и откосов. После этого устанавливаются панели. В качестве начальной планки для монтажа можно использовать стандартный стартовый металлический профиль, если нижняя часть фасада параллельна горизонту. Если же дом находится под уклоном, монтаж нужно начать с планки J-профиль. При этом нижнюю часть панели необходимо подрезать под углом таким образом, чтобы ее перфорированная верхняя часть после установки была строго параллельна горизонту. Если цокольная часть здания имеет отступ от стены, вначале установите панели на цоколь, а затем переходите к отделке стен. На этом доме мы решили выделить цоколь визуально. В начале работы мы закрепили в нижней части фасада отлив для защиты от мостки, а над отливом установили J-профиль. На углах здания устанавливаются наружные углы. Важно закрепить их через отверстия в верхней части. Для более надежной фиксации угла используйте специальные боковые крепления. Монтаж фасадных панелей осуществляется слева направо. Как вы видите, первая панель при стыковке с углом требует подрезки. В этом случае стык будет сплошным. С помощью болгарки отрежьте небольшую часть панели так, чтобы ее левый край был ровным, и состыкуйте с наружным углом. Закрепите панель оцинкованными саморезами, вкрутив их в центр перфорации. Не вкручивайте саморез до упора. Оставьте небольшой зазор для возможного расширения или сжатия панели в случае перепада температуры. Следующая панель стыкуется с предыдущей с помощью специальных замков. После соединения ее также необходимо закрепить саморезами. Остальные панели первого ряда устанавливаются аналогичным образом. Обратите внимание, использование специальной системы крепления фасадов Альтопрофиль избавит вас от необходимости применения уровня или нивелира. Последняя, правая панель любого ряда, стыкуется с наружным углом. Отмерьте расстояние от края установленной панели до внутренней части паза угла. Таким образом, вы определите длину крайней панели. Иногда для завершения ряда не хватает небольшой части панели, как на нашем объекте. В таком случае нужно использовать еще одну панель. Отмерьте необходимое расстояние и отрежьте болгаркой ненужную часть. После этого нужно состыковать последние панели ряда и вставить в угол. Как вы видите, для удобства предпоследнюю панель лучше не прикручивать к обрешетке. Сделайте это в конце. Таким образом, мы смонтировали панели на цоколе здания. Над цоколем устанавливается металлический отлив. Если цоколь является выступающей частью, отлив обязателен. Если нет, он выполняет декоративную функцию. Далее мы переходим к отделке основной части фасада. Перед монтажом сайдинга или фасадных панелей необходимо установить все отделочные элементы, в том числе наружные углы, для отделки которых компания «Альтопрофиль» разработала уникальную систему. Система отделки углов монтируется на любой вентилируемый фасад. Она делает угол объемным и придает дому респектабельный вид. В систему входят крепежная основа и три вида отделочных элементов, которые отличаются по размерам. Их можно всячески комбинировать, создавая неповторимый авторский дизайн. Вначале на угол фасада монтируется крепежная основа. Она прикручивается к обрешетке саморезами через специальные отверстия. Обратите внимание, крепежная основа сконструирована таким образом, что может стыковаться с панелями разной толщины. С помощью монтажной полки вы можете увеличить зазор, для того, чтобы панели большой толщины беспрепятственно входили в паз основы. Если зазора достаточно без использования полки, просто отрежьте этот элемент. Крепежные основы устанавливаются строго вертикально и стыкуются с помощью замков. Для установки самой верхней основы отмерьте необходимое расстояние от замков нижнего элемента до свесок крыши и отрежьте ненужную часть болгаркой. Затем установите основу и закрепите ее саморезами на металлических углах. Основа установлена. Но перед тем, как закрепить на ней декоративные элементы, нам необходимо отделать оконные проемы наличниками и откосами альтодекор и установить панели на фасад. Альтодекор – это система элементов, с помощью которых вы без труда сможете оформить любой оконный или дверной проем. Система наличников и откосов придает фасаду привлекательный и завершенный внешний вид, скрывает швы и стыки при монтаже панелей. Помимо эстетических свойств, она имеет и другие преимущества. Стойкость к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению, а также легкость транспортировки и, конечно, монтажа. Очередность и правила установки элементов довольно просты. Вначале необходимо измерить длину и высоту оконного проема. Это нужно для того, чтобы непосредственно у окна установить отделочную планку для откосов. Эта планка крепится по периметру всех окон. Далее устанавливаем углы откоса. Замерьте глубину проема и подгоните под нее размер элемента. Затем закрепите нижние углы саморезами. Следующий этап – установка откосов, которые стыкуются с уже закрепленными углами. В данном случае нам также необходимо отрезать ненужную часть элемента для того, чтобы подогнать его под глубину проема. Количество элементов зависит от высоты и ширины окна. Между собой откосы стыкуются с помощью специальных гребней. В случае стыковки откоса с угловым элементом гребни необходимо отрезать. Это связано с тем, что данный элемент является универсальным и может быть использован как с правой, так и с левой стороны проема. После того, как все элементы подготовлены, их можно стыковать между собой и закреплять на окне. Но прежде убедитесь в том, что все элементы установлены под прямым углом. Для этого используйте уровень. Монтаж откосов завершен. Они могут стыковаться напрямую с фасадными панелями. Но для того, чтобы ваш фасад выглядел более благородным, мы рекомендуем использовать специальные наличники Альтопрофиль. Декоративные наличники системы Альтодекор стыкуются с уже установленным откосом. Если до этого вы все сделали правильно, то их крепление к обрешетке не составит никакого труда. Последовательность и правила установки этого элемента идентичны тем, о которых мы говорили ранее. Наличник, как и откос, универсален. Один и тот же элемент может быть установлен как с правой, так и с левой стороны окна. Именно поэтому при его стыковке с углом необходимо отрезать замковые гребни. Все элементы системы Альтодекор крепятся к обрешетке оцинкованными саморезами. Саморез должен располагаться в центре перфорации. Так выглядит окно, отделанное с помощью системы Альтодекор. После ее установки можно переходить к монтажу фасадных панелей. Напомним, цоколь здания мы визуально выделили нижним рядом панелей, установив на них металлический отлив. Для того, чтобы начать монтаж нового ряда, нам необходимо установить стартовый металлический профиль. Все профили должны располагаться строго горизонтально. Для этого можно использовать бечевку. Саморез вкручивается в перфорированную часть широкого плоского профиля системы крепления фасадов. На внешнем углу здания панели стыкуются с крепежной основой системы отделки углов, которую мы установили заранее. Первую панель нужно подрезать таким образом, чтобы ее левый край был ровным. Затем нижняя часть панели вставляется в стартовый профиль, а ровная сторона – в паз основы. Теперь панель можно зафиксировать с помощью самореза. Для установки панелей вокруг окон разметьте на них места стыковки с наличником и отрежьте ненужную часть с помощью болгарки. Затем соедините замки и вставьте панель в пазы отделочных элементов. Если вы правильно отмерили и подрезали панель, стыки будут не видны. Аналогичным способом вы без труда обойдете все имеющиеся на фасаде проемы. В редких случаях панель невозможно закрепить на обрешетке, например, при несовпадении перфорации панели и профиля. В данном случае мы рекомендуем установить поперечную планку. Второй ряд и все последующие устанавливаются на фасад в шахматном порядке. Вертикальные стыки рядов не должны совпадать. Это залог долговечности фасада и его жесткости. Следите за тем, чтобы при монтаже каждого нового ряда панелей все замки совпали с верхней кромкой панелей нижнего ряда. Если соблюсти все эти правила, дом, отделанный фасадными панелями, будет радовать вас долгие годы. Завершающий этап отделки фасада – установка декоративных элементов системы отделки углов. Вы можете выбрать любую комбинацию из тех, которые предлагают наши дизайнеры, или создать свою и сделать фасад дома действительно уникальным. Элементы с легкостью закрепляются на основе, но при этом очень надежно фиксируются. Поэтому прежде чем начать установку, обязательно нарисуйте схему будущего угла. Монтаж окончен. Теперь ваш дом выглядит солидно и элегантно. Он надежно защищен от ветра, дождя, снега и не боится солнца. Стены, облицованные панелями «Альтопрофиль», не отличите от фасада из натурального камня или кирпича даже с расстояния нескольких шагов. Подробную инструкцию по монтажу фасадных панелей вы можете найти на нашем сайте www.altodefisprofil.ru в разделе «Справочный центр». А специалисты отдела монтажа ответят на любой вопрос, касающийся установки наших материалов. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 555 7773.